всем привет спасибо что вы в очередной раз открыли мое видео сегодня я подумала о том что что-то давно я вам не рассказывала о своих заказах от faberlic но показывать все что я заказываю я не буду я решила делать такие видео советы что ли о самых полюбившихся мне продуктах о том что мне запомнилось о том что мне понравилось о том чем я пользуюсь и я очень надеюсь что вам это видео пригодится так что же за последнее время мне особо полюбилась и что мне кажется действительно стоит заказывать у faberlic для того чтобы вам не было скучно я объединила и косметику и и что-то для дома мне кажется в таком формате смотреть видео намного интереснее и так приступим в первую очередь что я считаю, действительно стоит заказывать у Фаберлик, это колготки. Капроновые колготки я вам уже показывала, сейчас я заказала еще вот такие теплые колготки из бамбукового волокна 120 ден. Я всю весну, всю осень проходила вот в этих капроновых колготках, и я очень довольна, это действительно колготки отличного качества, я в основном заказывала 20 ден и 40 ден, и самое первое, что меня подкупает, самое первое, что мне нравится, это то, что они не блестят, они не блестят абсолютно. Никакого блеска а-ля лайкра на моих колготах ни в коем случае не должно быть, и, как я сказала, это самый главный критерий. Также я могу отметить то, что качество у этих изделий замечательное, они отлично смотрятся на ноге, они хорошо носятся, достаточно прочные, и все, что касается размерного ряда, то, на мой взгляд, он вполне совпадает со всеми другими марками. Единственное, что вот 20 ден у Фаберлик, это изделие не самое тонкое, какое я встречала, потому что у них 20 ден, мне кажется, приближается к 30 все-таки, но для меня это совсем неплохо, и 20 и 40 ден я с большим удовольствием заказывала, с большим удовольствием носила. Для осенне-зимнего периода, как я и сказала, у Фаберлик появились теплые колготки, я заказывала колготки 20 ден с бамбукового волокна, и они тоже меня абсолютно не разочаровали, средняя посадка, очень комфортные, написано, что креплен мысок, но, честно говоря, я вот так визуально этого не вижу, но, возможно, так оно и есть. Я заказывала черные, но они, надо сказать, немножко такие в темно-серый оттенок уходят, потому что, наверное, здесь есть, я так поняла, вторая белая нитка еще, и она вот как-то немножко не чисто черные делает их, но, в принципе, они от этого хуже не становятся, очень комфортные, и я надеюсь, что они очень теплые, поэтому буду с удовольствием носить. Далее еще один такой сезонный заказ, это вот такие замечательные носочки для дома, я их приметила еще весной, и, конечно же, ждала, пока наступит более подходящее время года. Я совсем недавно вам показывала свой утепленный домашний комбинезон, сейчас вот эти теплые носочки, и вы, наверное, подумаете, что у меня дома мороз. На самом деле, конечно же, нет, у нас очень комфортная температура, но я настолько мерзлявое существо, настолько тепличное создание, что мне нужно обязательно зимой, чтобы на мне было что-то тепленькое, комфортное и уютное, самое главное, особенно это касается ног, конечно. Вообще, я тапочки очень не люблю, я их не ношу, когда позволяет температура, летом, весной, позднее, я обычно хожу просто босиком, мне это очень нравится, но, естественно, зимой, как бы тепла ни было, ножки должны быть все-таки в чем-то комфортном, в чем-то теплом, поэтому, как правило, я надеваю или просто носки, или нечто подобное, или у меня есть такие теплые черевички, но они уже больше похожи на уги, наверное, такие домашние, их я уж прям в самые морозы, что называется, надеваю, когда у нас даже в нашей теплой квартире становится прохладно. Вот, что касается вот этих замечательных, гламурненьких таких носочков, они мне очень понравились, очень комфортные, теплые, с этой стороны сверху, скажем так, они вязаны, какое-то такое плетение, внутри эта микрофибра очень комфортная, очень удобная, и самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что вот здесь на ступне, есть какие-то такие ограничители, не знаю, с силикона или с чего, для того, чтобы нога у вас не скользила. У нас, к примеру, практически все полы, это ламинат, это достаточно скользкий материал, особенно, когда чем-то их наполируешь, намоешь, потом достаточно опасно бывает, поэтому вот это мне больше всего впечатлило. Конечно, белый цвет, это не совсем практично, но, в принципе, дома у нас чисто, поэтому, да и к тому же сейчас, имея машинки автомат, вообще никаких проблем никогда не бывает, поэтому то, что марка, я уже давно на это внимание не обращаю. Единственное, я заказала, как видите, почему-то 39-40, почему я заказала этот размер, я не знаю, но это была просто элементарная ошибка, но, в принципе, ничего страшного нет, смотрятся они нормально, потому что, как бы, все-таки они имеют способность, где-то их можно подсобрать, что ли, поэтому, если будет совсем мне неудобно, то я, наверное, подарю дочери, хотя у нее тоже не 39-40, но все-таки ножка побольше, чем моя, а себе закажу поменьше. Еще хочу отметить, что они все-таки на узкую ногу, если у вас нога широкая, то вряд ли вы сюда влезете, потому что я тоже, скажем так, первый раз входила сюда с трудом, сейчас они уже немножко растянулись и уже стало более удобно. В любом случае, такие милые, комфортные, гламурненькие носочки для дома, советую вам присмотреться. Также я не могла удержаться и заказала еще раз вот эти влажные салфетки, я вам уже показывала, это салфетки для уборки дома, которыми можно вытирать любые поверхности, и я действительно в них влюблена, моя первая упаковка уже подошла к концу, кстати, в 16-м каталоге они будут всего за 99 рублей, и я еще раз их закажу обязательно, потому что без них мне уже трудно обходиться. Использовать эти салфетки можно для любых поверхностей, но особенно меня впечатляет, как они работают с поверхностями стеклянными. У меня в доме достаточно много стеклянных и столиков, и сервировочный столик, и тумба под телевизор, и я, как правило, использовала жидкость для стекол, тряпочку, ну, честно говоря, это маята действительно. А вот эти салфетки просто на ура, не оставляя ни одного развода, буквально за несколько секунд вытирает, казалось бы, влажная поверхность, но после этого, после того, как она высыхает, вот эта жидкость от салфетки, не остается никаких разводов, и больше не нужно ничего, просто только одну эту салфеточку, все будет чисто и красиво. Это меня впечатлило больше всего, поэтому я в них так и влюблена. И еще одна особенность, которую я заметила уже, когда использовала практически всю упаковку, сразу даже не поняла, это то, что все-таки пыль после использования, после протирания поверхности вот этими салфетками, она оседает намного меньше. Я вам говорила, мы живем у дороги, у нас пыли очень много, но сейчас, в принципе, зима, можно сказать, все, у нас окна закрыты, но все-таки у нас кошка, кошка длинношерстная со светлым ворсом, хотел сказать, со светлой шерстью, и пыль, и ее вот эти вот шерсти, она частенько у нас оседает, и через какое-то время я стала замечать, что пыли и шерсти стало оседать значительно меньше на эти поверхности, которые я обрабатываю как раз салфетками. Это, конечно, меня безумно радует, честно говоря, я раньше в такие чудеса не верила, но на самом деле действительно это так, поэтому буду, думаю, заказывать их снова и снова. Ну что ж, идем дальше, еще мне хочется рассказать вам немного о косметических средствах от Фоберлик, которые за последнее время мне особо запомнились, особо понравились, и, наверное, начну свой рассказ с гелей для душа. Я не часто, как вы, наверное, заметили, о гелях для душа вообще на своем канале рассказываю, потому что, ну, гелик гель, что о нем рассказывать, не знаю, не особо привлекательная, скажем так, вещь для меня, но на самом деле вот эти два парфюмированных геля от Фоберлик мне так понравились, что я просто не могу о них не упомянуть. Я уже давно покупаю и заказываю парфюмированные гели, потому что вот эти все простые примитивные отдушки, типа малинки, клубнички, уже как-то мне вообще неинтересные, и даже цветочные, но вот такие самые-самые простые. Поэтому парфюмированные гели в этом плане значительно приятнее использовать для меня, потому что у них, как правило, отдушка более такая, наверное, интересная, более сложная. У этих двух продуктов просто потрясающая отдушка, и они мне настолько нравятся, что я просто с удовольствием их использую, очень-очень приятные. Я так полагаю, что и у одного, и у другого существует, наверное, свой парфюм, потому что, как правило, эти вещи как раз под парфюм и выпускаются, что ли. Но как-то парфюмерии от Фоберлик я не интересуюсь, поэтому не заказывала, не знаю. Но ароматы у этих гелей просто потрясающие. Обязательно название, конечно же, я оставлю внизу. И всем, кому уже поднадоели такие простые, что называется, ароматы и отдушки в гелях, обязательно присмотритесь к парфюмированным гелям, и в частности, к тем, что я вам показала. Далее мне очень понравилось и действительно впечатлила вот эта пенка из линейки Гардерика. Я вам рассказывала о маске антивозрастной, не менее чудесной, из этой же линейки. И сейчас, когда у меня закончились средства для очищения, для умывания, я обратила свое внимание на эту, нисколько не пожалела. Действительно замечательный продукт, и все положительные отзывы, я свой положительный отзыв в эту копилку тоже добавляю. Она очень деликатная, она очень нежная, она отлично очищает, она отлично пенится, она не оставляет никакой пленки, она не оставляет чувство стянутости. А если вы поклонник комбинированных продуктов, то эта пенка вам тем более понравится, потому что ей можно удалять и макияж с кожи вокруг глаз, очищать кожу вокруг глаз. Я, правда, этого ни разу не делала, потому что, ну, как-то уже привыкла к одному ритуалу, но если будет такая необходимость, то, конечно, без опаски это сделаю. Как я и сказала, очень деликатная пенка, отлично очищает, чувствуется после ее использования полный комфорт, смягчает кожу, и я вам ее советую. Еще два зимних продукта хочу вам показать. Это крем защитный для рук из линейки Зима, и из той же линейки Зима новый продукт, который называется универсальный ультрапитающий крем для рук, лица и тела. Понятное дело, что это ультрапитающая, ультранасыщающая текстура, отличнейший крем, с большим удовольствием буду пользоваться. Для лица, конечно же, я его применять не буду, но, кстати, вот такая текстура отлично подойдет, мне кажется, для шеи и декольте, потому что питать будет на отлично. И вот этот крем защитный Зима, я его о нем услышала еще весной, мне кто-то из подписчиков его очень сильно советовал, но понятное дело, что линейка Зима, она как раз появляется на период осень-зима, вот я его дождалась, нисколько не пожалела, что заказала. Отличный продукт, очень хорошо питает, насыщает кожу, все как я люблю, отлично борется с сухостью, очень густая текстура, но и защитные функции, конечно, тоже хороши, защищает от мороза, но не в том плане, что согреет он вас, а в том плане, что, конечно же, когда руки мерзнут, а у меня руки мерзнут всегда, хоть там 5 пар рукавиц на день, у меня все равно руки будут холодные, когда руки замерзают, кожа становится более сухая, поэтому защитный крем, он обволакивает кожу и не дает ей слишком сильно сохнуть, поэтому замечательный продукт, очень довольна. Также я повторила вот этот бальзам для ног, я вам уже его показывала, гладкие пяточки из линейки Эксперт Фарма, сейчас для зимы просто идеальный вариант, я вам уже говорила, но все-таки повторюсь, очень плотный, очень насыщенный, отлично снимает сухость, отлично питает ножки, и просто для меня, в принципе, и круглый год то, что надо, но зимой, по-моему, особенно. Тоже замечательный, я бы сказала, отличный продукт. После достаточно удачного опыта с средствами для волос от Фаберлик, я вам показывала уже линейку для блондированных волос, которая мне отлично подошла и которая мне понравилась, я заказала еще два средства, но в этот раз это уже линейка для глубокого восстановления поврежденных волос с маслом Амлы, я заказала себе шампунь и сыворотку. Оба продукта вполне себе оказались неплохи, вот этот шампунь нисколько не слабее, чем для блондированных волос, волосы тоже мягкие, волосы не путаются, волосы не сухие, и это мне очень нравится. Ну, а что касается вот этой сыворотки, конечно, признаюсь, не самое лучшее, что у меня было, но со своей задачей вполне себе неплохо справляется, как такой бюджетный вариант очень даже можно использовать. Для меня единственный минус, что эта сыворотка жидковатая, я все-таки люблю более густые текстуры, которых нужно капельку, и они способны заставить волосы сиять и выглядеть более разглаженными, наверное, более здоровыми. Здесь все-таки жидкая текстура, не очень это мне нравится, но еще раз скажу, как бюджетная альтернатива более дорогим сывороткам вполне себе может быть, потому что работает тоже неплохо. Ну что ж, на этом свой рассказ о Фаберлик я буду заканчивать. каждый новый каталог, или практически каждый новый каталог, у Фаберлик выходят какие-то новинки, это, конечно, не может не радовать, и я уже присмотрела для себя кучу интересного, и новое белье, и новые тени, поэтому с большим удовольствием буду заказывать, и потом буду делиться с вами своими впечатлениями. На этом все, я с вами прощаюсь, до встречи на моем канале, пока!